Знаменитая игра с Валерой. Мы начинаем! И, конечно, в качестве подарка, набор из шести напитков, которые мы сейчас разыграем для нашего телезрителя. Мы говорим, здравствуйте. Доброе утро, Анна. Ага, о чём это вам говорит, уважаемые зрители? Вам это должно говорить о том, что вы можете прямо сейчас, если быстро наберёте, то линия будет свободна, 233-11-66. Вы поучаствуете в знаменитой игре с Валерой. Вопросы-то простые. Я хочу спросить, есть ли тематика, к чему нужно быть готовыми? Про мультфильмы. У нас был мультфильм, и про мультфильмы будем говорить. Всё будет очень просто. А там нужно режиссёра знать? Нет, режиссёра знать не надо, просто нужно знать, из какого мультфильма эта мелодия. Вот и всё. Ну, примем ещё звонок. Татьяна из Красноярска. Татьяна? Доброе утро. О, доброе утро, мы слышим вас. Вы у нас, видимо, тоже знаменитая игра. Знаменитая игра с Валерой. Вы готовы, Татьяна? Готова. Ушки на макушке. Мы сейчас включаем вам мелодию из известного мультфильма. Вы просто должны сказать, из какого мультфильма эта мелодия, и всё. Вы готовы? Давайте попробуем. Итак, Дмитрий Мечковский, вам слово. Это режиссёр нас. Да. Спят твои соседи, белые медведи. Это, по-моему, «Спокойной ночи, малыши». Так, ещё даю возможность. Давайте ещё. Из мультфильма «Спокойной ночи» не мультфильм. Спят твои соседи, белые медведи. Ну, белые медведи, да, медведи. Но «Спокойной ночи», Татьяна, к сожалению, к сожалению... Татьяна с наступающим, но нет. Спасибо вам большое. Нет, 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 нет. Друзья, спят его соседи, белые медведи. Белые медведи, из какого мультфильма это? 233, 11, 66. Всегда на розыгрыш. У нас куча-куча звонков. Кому повезло? Эта мелодия колыбельная была. Ольга мне подсказывает. Ольга, доброе утро. Оля. Ольга, доброе утро. Вы на связи. Доброе утро. Олика, вы задание слышали? Да. Мы ещё раз включим вам мелодию из мультфильма. Из какого она мультфильма? Умка. А, умка. Всё, можно не включать правильный ответ. Это умка, конечно же. Это его соседи, белые медведи, да. Вторая мелодия прямо сейчас, пожалуйста. Каждый маленьком ребёнке и мальчишке, и птичёнке Есть по 200 грамм с ручатки или даже полкило Должен помешать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать. Я вспомнила. Это знаете мультфильм, про который все дети думают, что он смешной, когда вырастаешь, смотришь и думаешь, нет, это не смешно прям. Откуда? А, там группа поддержки, понятно. Не подсказывай, не подсказывай. Я считаю до трёх. Раз. Про обезьянку. Что? Мультик про обезьянку. Ну... Да, если точнее, рядом, рядом, про... Ну, там одна. Можно я... Ну, давай, засчитаем. Мало маленьких, много маленьких. Засчитываем. Там называется «Осторожно». «Осторожно обезьянки», да. «Осторожно обезьянки». Где вот эта мама обезьянка замучена? Финальная мелодия, пожалуйста, для вас. Я говорю, не смешной. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает в утро. Известны всем тарам-парам. Мы вас поздравляем. Вы справились с моими заданиями. Вы молодец. Сразу ответьте на вопрос сегодняшнего интерактива. Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Или нет? Не всегда. Не всегда у вас не было такого, что вот как-то так плохо провели и плохо встретили? Не было? Нет. Ну, ладно. Пожалуйста, не кладите трубочку за эфиром. Мы расскажем вам подробнее, где забрать подарки. Ведь мы благодарим за предоставленные подарки Зеленогорский завод. Ведь Зеленогорка это, вот вы видите, классические газированные напитки, знакомые всем с самого детства. Ведь производители, что, взяли традиционные рецепты советского времени и адаптировали их под современные технологии производства. Лето, круглый год, ароматный, гармоничный напиток с оттенками травы эстрагон, зеленогорка, что, конечно же, тархун, всегда напоминает о лете, душистым ароматом летних трав и освежающим вкусом, с таким спряным, таким вот вкусом. Хочется открыть. Сейчас блок полезной информации, и еще это не последний подарок на сегодня. Продолжение следует...